Дональд Трамп СМБО рассмотрел государственный оборонный заказ на 2017 год. При его формировании нужно принять во внимание все недостатки, которые выявили в прошлом году. Об этом на заседании Совета заявил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства отметил, в нынешнем году гособоронный заказ на 81% профинансированность бюджета. Он также подчеркнул важность предложения закупки образцов вооружения и военной техники в количестве, которое обеспечивает так называемое оптовое перевооружение отдельных подразделений. Конечно, танкисты Украины очень хотели бы все пересесть на оплот. И оплот очень хорошо себя сейчас показывает по тех поставках, которые действуют в Держоборонпроме. Но я могу наголосить, что у нас стоит выбор. Або один оплот, або десять глубоко модернизованных и капитально отремонтованных 64-х или 80-х. Причем оплот строится при лучшем умовании 18 месяцев, если я не ошибаюсь. А цикл глубокой модернизации 80-х складывает два с половиной месяца. Таким образом, у нас стоит вопрос или танкового рота в полном составе, або один танк. И пока у нас есть ресурс, пока терминово нужно провести глубокую модернизацию назначенных танков, нам нужно в первую очередь обеспечить танковые подраздели в полном обществе, 100% комплектацию глубоко модернизованных и капитально отремонтованных машин за надзвичайно короткий термин. Сегодня в Украине отмечают 25-летие государственного флага. 28 января 1992 года Верховная Рада официально утвердила синий-желтый флаг. С юбилея национального символа украинцев поздравил президент Украины Петр Порошенко. Он сказал, украинский флаг родился из мечтания о свободе, а сочетание его цветов – воплощенная мечта украинцев о мирной и богатой жизни. 14-летняя теннисистка Марта Костюк одержала сенсационную победу в финале престижного открытого чемпионата Австралии среди юниоров. В последней встрече она одарила первую сеянную ракетку 17-летнюю чемпионку юниорского «Арланга-Росс» швейцарку Ребекку Масарову со счетом 2-1. Украинка взяла вверх в первом сете со счетом 7-5, уступила во втором со счетом 1-6 и в заключительном сете одержала победу 6-4. Редактор субтитров А.Семкин